То, что Самара славится своей шоколадной фабрикой, во многом заслуга Елены Васильевны Шпаковой. В 1957 году она возглавила предприятие и за короткое время сделала это производство одним из ведущих в стране. Благодаря чему именно Куйбышев был выбран в качестве места для размещения крупнейшего в то время в СССР шоколадного производства. Поэтому не случайно именно здесь, возле фабрики и именно 1 мая, в День труда, установили памятник почетному гражданину города и области. Я очень рад, что трудовой коллектив фабрики помнит и чтит имя Елены Васильевны, создателя фабрики и, конечно же, сохраняет традиции. Спасибо ветеранам, спасибо труженикам фабрики сегодняшнего дня. За успехи в работе Елена Васильевна Шпакова была удостоена высокого звания Героя социалистического труда. Также она была награждена двумя орденами Ленина, Орденом Дружбы Народов, медалью «Ветеран труда». И сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз в День весны труда вспомнить добрым словом и, конечно, отдать дань уважения Елене Васильевне Шпаковой. Конечно, памятник Елены Васильевны должен находиться и здесь, около проходной нашей легендарной шоколадки, которую она по факту и создала. Как отмечают ее коллеги, директором Елена Васильевна была принципиальным и требовательным, но справедливым. И всегда заботилась о своих подчиненных, решала их вопросы и спорные ситуации. Большое внимание руководство предприятия уделяло социально-бытовым вопросам и культуре производства, а также экологической обстановке. Все это позволяло фабрике за свою ударную работу неоднократно получать знамена от руководства Куйбышевской области, профильного министерства и правительства СССР. И то, что у нее образование и профессия сошлись воедино, это, конечно, большой-большой такой вообще вот результат дал. Именно то, что она собрала и великолепную команду молодости нашей, вот что у нас продукция вообще вырабатывалась такая, что мы гремели не только в Советском Союзе, но и по всему миру. В выборе места памятника, его создании и установке большую роль сыграл клуб почетных граждан Самарской области. Теперь Елена Васильевна или мама, как ее любя называли работники фабрики, будет встречать приходящих на работу сотрудников и провожать их домой. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.